Не, я открывал, он... Давай я дёрну. Не дёрну. Нет. А, он ещё, видите, он ещё в туалет. Зайти нельзя. Этот биотуалет посередине посёлка Уютный появился ещё накануне 23 февраля. Таким образом, управляющая организация предложила жителям, которых лишило возможности пользоваться собственными туалетами, справлять нужду. Многим в квартирах он изначально отключил вентиляцию в домах, требуя уплаты за техобслуживание. После этого он отключил горячую воду. Были обращения в администрацию. Спасибо. Они быстро отреагировали. В течение двух дней нам горячую воду включили. Сразу же, на следующий день, следом он отключил нам канализацию. Поставил заглушки на канализацию. И канализация была отключена в нескольких квартирах. Многие под его угрозами заплатили ему деньги. После чего он открывал канализацию. А вот кто не заплатил, он поставил для них биотуалеты на улице и сказал, ходите туда. Наэля живёт здесь уже четыре года. И всё это время, как и большинство её соседей, не может найти общий язык с руководством товарищества собственников недвижимости «Феникс». Счета за обслуживание они не оплачивают. Уверены, что ничего не должны. Я не могу сказать, как эта оплата происходит, потому что мы ни разу не платили. Мы с ним договор не заключали. Многие, кто не заключил с ним также договор, но они проплатили первую платёжку, что являлось уже договором с этим ТСН. Собственники квартиры объясняют, почему не доверяют управленцам ТСН «Феникс». По их словам, жители просто запугивают и вынуждают платить на счёт организации, которая свои обязанности выполняет некачественно. Свет тут никогда не работает. Можно нажать. Вот в таком состоянии проводится техническая обслуживание на помещении. А это что? А это чердак. Это чердак. Когда вот эти заглушки ставили на канализацию, вот эта организация сломала, так и бросили. А вот счета за такие услуги немалые. С каждой квартиры от трёх до четырёх тысяч рублей ежемесячно. Сначала жители платили исправно, да и управляющая организация первоначально называлась «Уютный». Причём во главе как стояли, так и стоят одни и те же люди. Но проблема с начислениями и оплатой фактически с 2012 года момента постройки посёлка так и не решилась. С 2018 года я перестал платить ТО, потому что здесь начались банкротить «Уютный» «Феникс», какой-то образовался компания. И меня лично ввели в заблуждение того, что когда было общее поселковое голосование о возведении новой организации «Феникс», мы подписывали о создании данной организации. Но документ о вступлении в данную организацию я не подписывал. И потом я с удивлением узнал, что меня вызывают в суд о том, что я не плачу какие-то взносы. Итог к оплате. Хотя судом было мне обозначено 34 тысячи с копейками, но здесь они включили ещё и с 2019 по 2020 год. То, что судом не присуждено. Да, 79 тысячи. Долги растут. Жители платят частично. Причём, по их словам, иногда лично в руки или по номеру телефона директора компании. А самое главное, что живут и директор, и управляющий ТСН «Феникс» здесь же. Идём в офис за ответами. Он зарегистрирован в квартире управляющего. Попробуем узнать мнение второй стороны. Максим Викторович Медведев – это председатель правления ТСН «Феникс». Максим Валентинович Коровников – управляющий «Феникс». Он же бывший директор ТСН «Уютный». Оба так и не смогли наладить диалог с жителями. А ещё отношения у них испортились и с ресурсоснабжающей организацией. ООО «Жостовская фабрика». Я обратилась к председателю правления ТСН «Феникс» Медведева Максиму Викторовичу о том, что они не имеют права отключать наши коммунальные услуги в счёт задолженностей по их техническому обслуживанию. На что мне было отвечено, что пишите письмо, и мы вам включим население, подключим данную услугу. Но 20 февраля после разговора с ним, он говорит, нет, мы ничего не включим и установим биотуалеты на территорию многоквартирных домов. Причём ресурсоснабжающие организации жители посёлка платят исправно, имеют прямые договоры и сообща решают вопросы. Как быть с управленцами, вопрос открытый. Жители уже направили письма в администрацию муниципалитета, готовят обращение в прокуратуру и намерены идти до конца. Они хотят, чтобы их посёлок всё-таки стал уютным, а жизнь – комфортной. За развитием истории будем следить и мы. У нас, как и жителей, остались вопросы к руководству ТСН «Феникс».